А дело было прошлой осенью, глубокой осенью, практически зимой. На пересечении улиц Труда и проспекта Ленина открывался магазин «Антикризисный» в торговом центре «Домашний очаг». Но что-то неладное в королевстве датском. И в результате 23 июня года 2012-го магазин «Антикризисный» приехал сюда, на Труда 28А. Ну, чтобы было совсем понятно, это ровно середина между улицей Карла Маркса и улицей Советская. Мы будем бороться с кризисом? Да, кризиса нету. Кризис в головах. И кризис в головах тех, кто привык тратить многое на вещи повседневного спроса. Сегодня и сейчас вещи повседневного спроса, доступные такие, недорогие, здесь, естественно, есть. И вот мы только что, выйдя из этого магазина, купили своему сыну на 230 рублей. Нормальные, хорошие, дешевые вещи. Так они и должны быть такими. Потому что товары повседневного спроса – это не элитарность и не дороговизна. Для вас может быть странно, но бутиковый российский товар там за бугром – это обыкновенный ширпотреб из разряда дешевки. Но здесь он приобретает поистине фантастическую цену. Однако магнитогорцы – люди не самые глупые и прекрасно разобрались с условиями местечкового бизнеса. А иначе как объяснить? Повышенное внимание к событию, состоявшемуся жарким июньским днем, да еще и в субботу, в центре микрорайона, для которого сад, дача, огород, а никак не наоборот. Ожидали, что здесь появится такой магазин? Нет. Я вообще живу на вокзале, мы приехали, вот, по янчеству свою. И зашли. А сколько нам? Нам еще месяца даже нет. Понятно, то есть это нам надо уже шорты покупать, а вы что покупаете? А мы, ну, мы уже все равно платочки смотрим. А цены вам здесь нравятся? Ну, мы еще, собственно, не дошли. Ну, а так вот понятие антикризисное о чем говорит примерно? Ну, считаю, что доступно. Вот удобно существование таких магазинов в городе магнитогорске? Конечно, удобно. А что больше всего нравится сейчас? Ну, не знаю, пока не определились. А цены вам нравятся? Да, цены нравятся. То есть сейчас вот нет смысла куда-то бегать, да? Нет, очень удобно и по ценам, и качество вроде. Не знаю, вот по мне, я, например, долго вещи не ношу, для меня нормально. Ну, вот я к тому же подхожу, что что ее носить долго, если она копейки стоит? Да, она меняется, мода меняется, как это стиль меняется. Тем более девушка должна всегда выглядеть по-современному. А раньше вот здесь всегда такие магазинчики были не самые дешевые, да, по-моему? Да, здесь были что-то связанные с техникой, по-моему, со связью. Ну, техника и связь сейчас, по-моему, не нужно. Сейчас нужны низкие цены. Конечно. А они здесь вас встраивают? Встраивают очень даже. Вот это и называется народная мудрость, народ не обманешь, народ тянется в антикризисный, и он антикризисный востребован. Ну, представьте себе хотя бы гипотетически, что власти городские в своих мечтах не рантьевшивые, а патриоты города, и щедро делятся с желающими организовать будь то производство, будь то магазины. Кстати, антикризисным кормится не один десяток человек, если что. Так цены в магнитке можно было бы еще и опустить, и мы бы были счастливым городом, которому любой кризис нипочем. А пока нас выручает разве что антикризисный. Так для кого же страшен наступающий кризис? В том, что он случится, я лично не сомневаюсь. Ну, так не получается, чтобы в раз вниз, а потом быстро вверх. Ну да, мы будем отскакивать очень долго. 18, может быть, 20, может быть, 30, может быть, 40 лет. К примеру, как это делала Европа после Второй мировой войны. Америка-то быстро отскочила. Что же, на ее территории войны-то не было. Поэтому и промпроизводство там поднялось быстро. Во всем остальном, ну, видать, так не судьба нам. Жить хорошо и счастливо, и наслаждаться всеми благами цивилизации. Хотя ими наслаждаться можно, если вы не в ипотеке, если вы не купили кредитный автомобиль, если вы не объяснили своей жене, что, ну, извините, дорогая, тратить надо с головой, тогда да, тогда у вас будет жесточайший кризис. Для остальных же есть здоровый принцип. И здоровый магазин, антикризисный. Сегодня он открыт здесь, на труда 28А. И работает для вас, для тех, у кого есть голова. И кто понимает, что вещи не могут служить вечно. Сегодня поносил, завтра выкинул. И еще купил новый, прямо здесь.